Поддерживаем палочку снизу и уводим одну руку в сторону, а другую подталкиваем немножко. И растягиваем тем самым грудные мышцы. Делать аккуратно и прислушиваясь к себе. Вот первый совет, который дает инструктор всем участникам урока по лечебной физкультуре. Тут ведь главное не навредить. Поэтому важно делать только те упражнения, которые человек может выполнить. Такой комплекс будет полезен людям с артрозами, остеохондрозами и остеопорозами. Одной лень, а когда придешь, уже совсем другое. И ощущение. Даже вот чуть-чуть мы позанимались и уже совершенно по-другому себя чувствуешь. Я сейчас сидела где-то час назад, такая усталая. Вот внутри прям все уже, ничего не хочется. А сейчас все, вставай и снова по-новой занимайся другими делами. Галина Сергеевна так и делает. Каждый день она встает в 5 утра для того, чтобы в половине шестого включить телевизор и делать зарядку вместе с ведущими одного из телеканалов. Как уверяет женщина, все упражнения, которые показывают там, она увидела и сегодня. И только благодаря физкультуре, говорит Галина Сергеевна, она отлично себя чувствует. Сейчас вот только колено стало болеть. А раньше... Я до 8 утра, 9 туда, урожай соберу и 9 обратно. И к 8 на работу. Если бы вот мне ногу кто-то заменил, я бы до сих пор бегала бы. Кстати, лечебной физкультурой можно заниматься даже на рабочем месте. Инструктор рекомендует офисным работникам раз в час делать небольшую зарядку для своего плечевого пояса. А еще... Само рабочее место должно быть организовано правильно. То есть человек не должен сидеть с высоко поднятыми плечами. Соответственно, столешница, она должна располагаться достаточно низко, чтобы не приходилось вот так тянуться. А ноги должны быть согнуты под углом 90 градусов. Кстати, бесплатные группы для занятий лечебной физкультурой есть в поликлиниках. Но чтобы попасть на них, нужно сначала получить направление от врача. А дальше уже инструктор будет давать упражнения и следить за правильностью их исполнения. И что важно в ЛФК, за дыханием. Юлия Кузнецова и Артем Горчаков. Шестой канал.